Грузинский завтрак. Грузинский красный, в западной российской классификации черный чай. Из ассортимента Нитка, Москва. Аромат сухой заварки на прогреве дыханием. Плотный аромат чернослива, изюма, темного винограда. В аромате сухой заварки идет укон в сладость, а не кислинку. Настой идеально чистый даже на промывке. Ситомима. Плотный, частично прозрачный настой. По проливам берем 2,5 грамма сухой заварки и завариваем на 100 мл китайскую фарфоровую гайвань. Промывка. 70% от нормы. Первый пролив. 80% от нормы. Второй пролив. 90% от нормы. Третий пролив. 60% от нормы. Четвертый пролив. Менее 30% от нормы. Чай с очень сильно замедленной экстракцией. Даже на удлиненных проливах в гайване вкус не набирает полноты. Это чай разовым завариванием. Или варить. Или распаривать в толстостенных чайниках. Гайвань тут не подходит совершенно явно. Аромат заваренного чая. Печеный. С очень отдаленной ноткой чернослива. И такой же слабой древесностью. Вкус заваренного чая. Древесно-печеная тема. Очень отдаленная. Дальний фон. Кислый чернослив. Орехи. Почти на грани восприятия печеный каштан. Во вкусе доминирует древесность. Начиная со второго-третьего проливов уходят печеные нотки. Такой чай можно, думается, заваривать в бутылке боросиликатного стекла. В формате с собой. To go. Чтобы чай настаивался, томясь в кипятке. Так можно увеличить плотность и насыщенность вкуса. Аромат пустой гайвани, из которой сброшен спятой лист. Карамельно-печено-древесно-черносливовый. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.